Всем привет! Хочу вам показать, какое меню у проектора LG. Так, поехали! При первой настройке звездочка тут у нас есть режим яркий, HDR, стандартный, кинотеатр, кино и игры. Эти все режимы доступны только если, у меня сейчас изображение с компьютера, то есть если на компьютере установлены режимы HDR. В режиме не HDR там есть экспертные режимы, но оно нам не надо. Следующий формат экрана. Это быстрый доступ, так сказать. Следующие динамики проектора. Оптика, HDMI ARS, Bluetooth, проводные наушники, динамики проектора. Вот это нам не надо, как бы, да? Таймер сна есть. Так, надо отключить. Режим проецирования. Ну тут режимов много. Вплоть до зеркаливания. У нас прямая потолочная. Следующая сеть. Это все быстрые доступы. И нам нужны все настройки. Мы идем в все настройки. Так, в первой вкладке мы выйдем экран. Сейчас настройка и режим изображения яркий. Вот здесь все настройки какие есть. Параметры есть, изображения дополнительные. Ну и можно применить ко всем входам. Дальше звук. Вот такие настройки. Подключение. Соответственно, проводное. У меня по Wi-Fi подключено. Менеджер подключений. Настройки устройств HDMI. Так, дальше идем общие настройки. Ну, место положения, время, даты. Это все стандартно. Коррекция изображений. У меня проектор идеально по уровню. Экран идеально по уровню. Поэтому я коррекция изображений не пользуюсь. Хотя можно, конечно, вот. Я вам покажу. То есть, если у вас немножко криво что-то висит. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот как можно коррекцию править. Там вправо, влево, не суть как бы. Но нам оно не надо. Как бы у меня все по уровню. Потому что эта коррекция, оно еще изображение немножко уменьшает. Так, что-то я не в ту сторону пошел. Ну вот. Ноль. Автокоррекция этой трапеции. Сведения о проекторе. Ну, вот, а версия ПО сейчас третья. Четвертая, я знаю, вышла. Но до нас еще пока не дошла. То есть, можно проверить обновление. Ну, здесь вот особо ничего интересного нет. Так, управление учетной записью. Так, это все. Дополнительные настройки есть. Вот такие. Вот такие. Ну, и сброс до заводских, оно нам не надо. Безопасность. Пароль можно поставить. Доступность. Ну, скудненькое меню, конечно. Ну, тут что есть, то есть. Высокая контрастность, это для меню, не для изображения. Так, еще хотел сказать, вот, дополнительные настройки. Обязательно включайте, если у вас компьютер поддерживает, HDMI Ultra, RD Deep Color. Вот. То есть, вот тут, в принципе, все написано. Прочтите, кому нужно. Так. Вот такие вот, в принципе, быстренько, бегло мы пробежали по настройкам. Тут, в принципе-то, особых ничего, особо ничего сложного нет. Все по-русски, все достаточно шустро ходит, бегает. Ну, и можно зайти в приложение. Тут кто-то им пользуется. Я бы, у меня подключен компьютер, поэтому мне никакое из этих приложений не интересно, не нужно. Ну, давайте любое какое-нибудь откроем. ОКО, вот, например. Потому что все приложения требуют денег, конечно. Все фильмы не за бесплатно, поэтому просто я могу показать, что тут есть. Ну, вот, есть еще магазин, приложение есть. Давайте по всему пробежимся. Вот есть Иви. Ну, вот. Опять-таки, я говорю, все за деньги, поэтому я здесь вам особо ничего показать не могу. Просто какие есть вот приложения. Так, идем дальше. Так, Netflix есть. Ну, опять-таки, он тоже за деньги, тоже платный. Нам оно не надо. Так, еще раз. Первый канал есть. Давайте посмотрим, что тут на первом канале. Это все приложения, которые стоят по умолчанию. Плюс есть магазин приложений. Я вам открою, покажу, что вообще есть. Ну, для интереса. Ну, может, кому-то интересно. Ну, вот первый канал. Что-то тут можно открыть, что-то нельзя, не знаю. Так. Веб-браузер есть. Ну, вот. Сразу на LG закидывает. Так. И единственное приложение, которое я установил, это YouTube. Ну, тут просмотр, подключение. Вот, YouTube. И я вам сейчас покажу в магазин приложений, что там есть. Ну, тут войти тоже можно через аккаунт. Ну, нам это не надо. Соответственно, ничего включать не будем, иначе заблочат нафиг. Как говорится. Вот такой вот YouTube. В принципе, уже черный фон. Интересно, красиво, да? Прикольненько. Так. Все. Закрываем. Так, вот тут есть у него меню приложения. Вот. Так. То есть, есть LG Content Store. То есть, здесь есть свои собственные LG-шные приложения. Но, опять-таки, там все это... Сейчас мы откроем. Есть вот это LG Content Store приложение. Само LG. И там есть разные приложения, какие можно установить дополнительно. Памяти здесь всего 500 мегабайт. Вот. Рекомендация. Вот, например, приложения, да? Какие есть. Вот. То есть, памяти здесь 500 мегабайт, поэтому вы рассчитываете. Там особо-то много ничего не поставишь. Ну, в общем, вот есть вот такие дополнительные приложения какие-то. Если кому-то надо. Здесь их немного. Но, может быть, кому-то будет интересно. Вот. Ну, в принципе-то и по большей степени все. Остальное, как бы, тут остальные настройки какие-то здесь. Это панель управления. То есть, можно подключить, соответственно, настроить входы какие-то, да? Что еще тут есть? По меню. Поиск. Панель последних открытий, как бы. Ну, вот, в общем, вот. Я этим не пользуюсь, поэтому мне как-то особо оно и нафиг не нужно. Музыка какая-то есть. Там фото и видео. Ну, вот, можно образцы фотографий посмотреть. Красивых. Встроенных. Вот это его родные картинки, загруженные. Ну, вот, всего четыре картинки. Как бы, больше и нету. Фото и видео у нас только фото. Музыка. Все. Так мы быстро пробежались по меню проектора. Если кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. До новых встреч. Еще давайте я вам покажу, как работает автофокусировка с пульта. Значит, здесь мы нажимаем специальную кнопку. Вот появляется регулирование фокуса. Сейчас я его уведу. То есть, сейчас здесь вот все четко. Я его увожу. Вот, видите? Фокус пропал. И, соответственно, кнопкой мы его здесь возвращаем. Смотря на тестовый лист. Вот видите, мы профукали фокус. Еще раз нажимаем и возвращаемся. Так. И фокусируем. Вот. Все. Четко. Фокус. То есть, по тестам таблицам. В принципе, все. Нажимаем. Готово. Вот такая фокусировка. Ну, функции его, да, на пульту. То есть, пульт вот такой. Ну, я показывал в обзоре. Там, кому надо, посмотрите. В принципе, я этим пультом все равно не пользоваться не буду. У меня Logitech есть пульт. Соответственно, на нем у меня три устройства висит. То есть, я им пользуюсь. Родными пультами я не пользуюсь. Не потому, что я не хочу, а потому, что на него нельзя завести три устройства. Три, четыре и так далее. И поэтому я пользуюсь только вот Logitech. Так. Все. Это было по фокусу.